Всем привет, ребята! Я очень рада вас видеть на своем АСМР-канале. Как всегда, с вами Лиса. И если в кадре тортики, а я говорю в полный голос, значит у нас сегодня мукбанг чайпития. Я заварила уже себе кружку горячего чая. У нас опять похолодало в Москве. Плюс 15. Короче, горячий чай явно не помешает. Так, есть мы сегодня будем Наполеон. Трубочка с каким-то кремом попробуем, но по виду заварной. И вот такое я уже ела, но мне очень нравится эта штука. Это меренговый рулет с малиной. Очень вкусно. Даже не знаю, с чего мы начнем. Наверное, с трубочки. Ну что, давайте попробуем. Покажу вам поближе. Такая аппетитная трубочка с кремом. Очень вкусный крем. Не берусь как бы определить его название. Я в этом не сильно. Но вкусно. Но вкусно. Что может быть лучше в холодный понедельник? Итак, о чем же мы будем сегодня с вами болтать? Вчера в нашей семье, в нашей молодой семье, был маленький первый серьезный праздник. У нас была вчера годовщина, первый год семейной жизни. Ровно год назад, 8 июля, мы поженились. Поэтому сегодня поговорим про свадьбу, о том, как это было, о моих ощущениях, впечатлениях и все такое. Сейчас я только еще раз трубить кукушу. Ум, помрачительный крем. А его так много. А что, любите меня кто-нибудь, я не могу оторваться. Ну, в общем, мы выбрали день 8 июля, абсолютно не зная о том, что это, оказывается, день любви, семьи и верности. Мы об этом не знали, когда выбирали дату свадьбы. А 8 июля было выбрано по двум следующим параметрам. Первое, это была суббота в прошлом году. И второе, если смотреть на дату целиком, да, то получается 08, 07, 17-го. Если последние две циферки сложить, то тоже получается 8. В общем, две восьмерки, два знака бесконечности. Ну, я, как любая барышня, склонна к таким романтическим штукам. Вот, поэтому мы выбрали именно 8 июля, днём свадьбы. А потом уже узнали, что это, оказывается, ещё и праздник семьи. В общем, всё так удачно совпало. Вкусно. В свадьбу мы играли в Москве. Ну, и поскольку сами мы родом из Украины, и как бы сюда переехали сравнительно недавно, то гостей у нас было немного. Ну, мы решили не устраивать пышную свадьбу, не перевозить всех из Украины наших друзей сюда. Это было бы безумно дорого. Ну, как бы, я, в принципе, знаете, ребят, сторонник таких вот, наверное, более демократичных свадеб. Я вообще считаю, что это как бы праздник двоих людей, да? Ну, и самых близких к ним родственников, то есть родителей, ну, может быть, там, ближайших друзей. У нас было 10 человек, гостей всего. Это, получается, были наши родители с обеих сторон. Мои родители приехали из Украины. Вот. Два друга моего мужа, которые живут сейчас в Москве. Моя подружка, которая тоже здесь. И мой двоюродный брат со своей девушкой. И вообще, знаете, я считаю, что вот эти все мега пышные свадьбы с кучей родственников, которых ты видишь там, дай бог, чтобы второй раз в жизни. Ну, как-то это уже, по-моему, атовизм. То есть устарела. Хотя, как бы, это дело каждого, кому как нравится. Подготовка к свадьбе, не скажу, что прям там занимало у нас много времени. Самое главное, ребята, это все, знаете, распланировать. Я вообще такой любитель написания всяких списков. Когда вот какое-то мероприятие такое планируется. Ну, или что-то такое в жизни должно произойти. Вот я всегда все люблю там расписать полочкам. Чего надо сделать, где что купить. Вот. Поэтому мы как бы довольно быстро там определились с рестораном. Очень сильно мне повезло с платьем. Вот прям. Я знаю просто, насколько для каждой невесты платье – это важная деталь свайбы. Я себе выбрала платье в первом же салоне, в котором я пришла их смотреть, собственно. Это было третье платье, которое я померила. И я такая сразу сказала, да, это оно. Я хотела взять его, ну и взяла, в принципе, в аренду. Потому что покупка платья – это какая-то неразумная трата. Одеть его один раз, а потом оно висит у тебя в шкафу. Занимает место. Напоминаю, это куча денег, которые ты на него потратила. Но это платье, которое я брала в аренду, оно, получается, было из новой коллекции в этом свадебном салоне. И его еще никто до меня не надевал. То есть оно даже… Ну, я его мерила, когда оно было с бирками. Поэтому я первая его взяла в аренду. Ну, там такие условия были, что это, типа, то ли половина стоимости, то ли 40%. В нормальном случае это было выгоднее, чем его покупать, а потом перепродавать кому-то. Ну, короче, такое. Вот. Я вот реально, знаете, его одела. Я такая, блин, это оно. Смотрела на себя в зеркало и поняла, что вот именно в этом платье я должна выйти замуж. Давайте попробуем, наверное. Наполеон, потому что вот эту штучку я уже пробовала, знала, что она вкусная. Ну, в этой кондитерской все вкусно. Класс. Кто-то просил сделать мукбанг с Наполеоном. Вот, видите, выполняю. Очень вкусно. Не сухой. Я вот терпеть не могу, когда Наполеон сухой. А вот вилкой его, конечно, есть неудобно. Да, ребят, человек опять в комментариях под прошлым видео возмущались, что я вас всех обманула, когда сказала, что использую пластиковую ложку. А на самом деле она металлическая. Как я могла вообще? Как я посмела? Это пластиковые приборы, ребят, они реально... Ну, я не знаю, слышно будет или нет, но это пластик, короче. Просто они раскрашены под металлик. Ну, так, мне кажется, они органичнее выглядят в кадре. Так вот, про платье. Я ужасно не хотела, чтобы у меня было платье, знаете, такое, как вот эта баба на чайнике, с кучей вот этих колец, подъюбников и все такое. Оно было со шлейфом длинным достаточно, без вообще подъюбника. То есть такое... Это называется А-образный силуэт. Вот. Единственное, в чем я промахнулась, это... Я же не учла реалии московского лета. И когда я искала платье и договаривалась об его аренде через месяц, там, на 8 июля, я же не думала, что будет 15 градусов и дождь. Да, ребята, у нас весь день, наш свадебный, шел дождь. Причем такой конкретный. Было очень холодно. Вообще говорят, что это хорошая примета. Типа, если идет дождь, то семья будет крепкая, счастливая. Ну, будем надеяться, что это так. Кстати, как ни странно, вчера, ну, вот в годовщину нашего, тоже шел дождь вчера, полдня. Короче, как вы поняли, я уже отчаялась есть это вилкой. В общем, забирала я это платье из салона накануне свадьбы, то есть 7 июля. Мои родители уже приехали, и мы поехали вместе забирать платье. И я уже в салоне, как бы там находясь, понимаю, что завтра я вот... А платье такое, ну, верх прям без рукавов, тут вырез, как бы такой, сзади на спине, вот голая спина со шнуровкой такой красивой. В общем, я понимаю, что я завтра просто дуба дам в этом платье. Ну, и я девочкам говорю там в салоне, а есть какие-то типа там или болеро, или какие-то накидочки вот в аренду, можно тоже взять? Они говорят, да вы понимаете, из-за того, что погода такая прохладная, уже все расхватали. Ну, вот у нас остались норковые шубки. И выносят, ну, типа в аренду тоже взять. Эту белую шубку, ну, она как бы с такими там рукавами три четверти, коротенькая. Ну, блин, это шуба. Что было делать? В общем, ребята, я выходила замуж летом в шубе. Это, конечно, были хиты. Потому что искать, что-то другое у меня времени не было. А замерзнуть до полусмерти мне тоже не хотелось. Сам свадебный день у нас был построен следующим образом. То есть там роспись у нас была что-то часов на 11-12, по-моему, что-то такое. Вот, потом мы гостей всех отправляли в ресторан пораньше. А сами в это время должны были съездить пофоткаться с фотографом. Мы нашли потрясающе красивое место. Ну, там такая локация, типа монастырь. Ну, мы, естественно, не в самом монастыре собирались сфотографироваться. Там очень красивая прилегающая территория. То есть такая прям природа классная. Большая речечка, там какая-то бежит мостики эти все. Ну, в общем, красиво. А сам монастырь обнесен такой кирпичной стеной, выкрашенный в белый цвет. И вот на фоне как бы этой стены тоже там было несколько точек интересных. Мы заранее там съездили на эту локацию, прикинули, где, в каком месте будут самые клевые фотки. Ну, опять-таки погода. В общем, мы вышли из ЗАГСа, а фотограф нас в ЗАГСе поснимала. Ну, и мы вот такие все толпимся возле ЗАГСа под зонтиками. Машина наша там арендованная. И там остальные машины, на которых гости передвигались. А и фотограф такая говорит, ну что будем делать? Я могу вас типа в ресторане поснимать немножко. А мы на сам ресторан ее не заказывали. Потому что, в принципе, как бы там снимать вот это застолье я не видела смысла. То есть у нас была съемка в ЗАГСе. И вот планировалась такая красивая съемка на локации. И мы такие, блин, ну что же делать? Ну, жалко терять такое место. И, в принципе, короче, мы такие отчаянные ребята. Мы сказали, поехали, ничего страшного. Под зонтиками там походим. А для фотографий будем их убирать. Вот. Это было, конечно, очень экстремально. Потому что у меня вот этот длинный хвост этого платья на шлейфе, он моментально намок, естественно, пока я там ходила по этим дорожкам этого парка. Тяжелый. Я вот это его за собой таскаю. Для фотографий я, естественно, эту шубку снимала. Потому что, ну, я не хотела, чтобы у меня фотографии были в шубе. Это очень глупо смотрится на фоне зеленых листочков и вообще лето. В общем, я под конец так уже капитально замерзла. Прическа у меня была такая... У меня были тогда нарощенные волосы. И у меня была такая греческая коса на один бок. Красивая, очень длинная. Вот это здесь заканчивалось. С вплетенными такими маленькими розочками. Ну, было прям красиво. В общем, уже у меня она так подрастрепалась там книзу. Я уже бешусь. И фотограф такая смотрит на меня. Говорит, ну, наверное, это будем закругляться. Потому что у невесты уже лицо радость абсолютно не выражает. И я такая, ну да, давайте уже, наверное, все. Вот. Мы заехали домой. Я переоделась. Потому что вот в этом платье, в самом свадебном, я была только в ЗАГСе. И когда мы фотографировались. Короче, ребята, я буду его руками есть. Ого, это вилка. Все мои нервы вытрепала. Вот. Я переоделась. Для ресторана у меня было такое длинное красивое платье. Цвет такой, знаете, розовый, но приглушенный. Такой вот некатеризовато-серый. Пепельно-розовый. Не знаю, как его по-другому назвать. С сифоновой юбкой такой длинной, летящей. В общем, красивое было платье. Вот. Фотографии в итоге у нас получились просто божественные. Несмотря на то, что как бы не было солнца, возможно, это было даже к лучшему. Потому что, ну знаете, какие получаются фотографии на солнце. Все там против своей воли, но все равно щурится немножко, да, где-то. То есть жарко было бы, потек бы этот макияж. А так, в принципе, как бы, ну, все было очень даже красиво. И опять-таки из-за того, что была такая плохая погода, там практически не было людей на тот момент в этом парке. А так там обычно прям столпотворение. А кроме нас, там больше психов не нашлось, которые будут под дождем там гулять. Вкусно. Ну и вот. После, получается, фотосессии мы приехали в ресторан. Все уже нас там ждали, гости. А теперь еще такой вопрос про Тамаду. Ну, про ведущего, да, на свадьбе. Мы, получается, сняли там отдельный небольшой такой банкетный зальчик. А в ресторане в тот день была живая музыка, но она играла в основном в зале. То есть мы так, в принципе, и рассчитывали, чтобы сидеть отдельно от всех. Но если там захочется потанцевать, то будет такая возможность. Плюс у меня братик, мы двоюродные. Он очень круто играет на гитаре. Он профессиональный музыкант. В группе там в одну играет. И он, естественно, с собой взял гитару. Так что у нас была тоже своя живая музыка отдельно. Вообще было весело. И, в общем, про Тамаду. Мы долго сомневались, что нам делать. Брать ведущего, не брать. А потом решили, что такое маленькое количество людей, 10 человек, да, когда, тем более, ну прям такой узкий-узкий круг. То есть это были все вот, ну, действительно близкие люди, ну, там, родители и ближайшие друзья. Мы решили, что Тамадан не будет иметь никакого смысла. Встал следующий вопрос. Чем развлекать гостей? И кто будет проводить эти конкурсы? Ну, и, в общем, ребята. А я такая по натуре человек. Я очень люблю вот это все веселье. Люблю организовывать вот эти все движухи. Короче, мы конкурсы с мужем вели сами. Да, на своей собственной свадьбе. Вот так вот это было нестандартно. Ну, получилось очень здорово, ребята. Ну, как бы подготовились заранее. Отобрали там буквально их, у нас было штук 5, наверное, этих конкурсов. Ну, они были такие, естественно, непошлые, потому что я ненавижу вот это. Знаете, это уже какой-то мем. Когда какой-нибудь идиотский конкурс, да, и подпись. Типа, хорошие там, а да, конкурсы интересные. Ну, вот эти вот всякие пошляцкие, знаете, дурацкие конкурсы. Типа там, попади карандашом в бутылку, который привязан за ниточку. к твоему поясу. Ну, в общем, чертся что. Нет, у нас ничего такого не было. Еще было очень достойно, очень мило. Мы с мужем танцевали танец молодых. Вот одну такую мою любимую песню. Я танцевала танец с папой. А я уже рассказывала, у меня папа занимался профессионально бальными танцами в молодости. Он очень хорошо танцует, несмотря на свой высокий рост. Он меня научил танцевать вальс. И вот мы с ним танцевали танец отца и дочери. В основном в зале, кстати, потому что там была такая большая площадка танцевальная. Попросили нам, поставили песню. Scorpions, maybe I, maybe you. И вот там тот момент, когда проигрыш такой классный. Мы, получается, кругом прошли по всему залу именно вальсом. Я видеозапись этого танца пересматривала уже, наверное, раз в 200. Мне так нравится. Вот это было очень, ну, очень трогательным был момент. В целом, как-то вот у нас, знаете, свадьба пришла, ну, это можно сказать, на одном дыхании. Но смотря там на ту погоду, которая нам, конечно, немножко подпортила. Ну, все вот пришло так, как я, даже не то, что там задумывала, вот так, как мне и хотелось. Это было очень круто. Стались прям теплейшие воспоминания. Стались красивые фотографии. Вот. Я не жалею, что нас не снимали в ресторане, потому что, ну, в принципе, мне не кажется это интересным. То есть съемка где-то в застолье этих конкурсов. Это все можно было там для памяти и на телефон поснимать. Альбом из семейных фотографий, которые мы сделали, свадебный альбом. Там именно фотографии из ЗАГСа. Красивый, кстати, очень был зал. Мне понравился. Вот. Фотографии из ЗАГСа и фотографии уже те, которые мы снимали на локации. И все. Я считаю, что для свадебного альбома этого вполне достаточно. Еще такой вопрос. Почему-то у меня все подружки об этом спрашивали, которые не присутствовали на свадьбе. Ну что, ты плакала? В ЗАГСе плакала? Или там когда-нибудь там, не знаю, танец танцевали первой, плакала? Нет, ребята, я не плакала. Вот серьезно. Я вообще как бы такой сентиментальный человек достаточно. И, в принципе, там порыдать над каким-нибудь фильмом грустным, это вот именно мое. Но не в ЗАГСе, не когда мы там танцевали танец с мужем или с папой. Как-то вот не было у меня такого. Единственный был момент, да, когда я не выдержала. Я там несколько скупых лисьих слезинок уронила. Дело в том, что, ну, все наши друзья близкие, они в Украине, да. И, естественно, они не могли там присутствовать на нашей свадьбе. И вот моя мама вместе с мужем подготовили мне такой сюрприз. Они попросили самых моих там таких важных друзей, которые сейчас по всей Украине, по-моему, живут. Кто в Одессе, кто в Кременчуге, кто в Киеве. Ну, после войны все разбрелись. Она попросила всех записать коротенькие видеопоздравления. И они смонтировали это вот в один целый ролик. И у нас в банкетном зале там висела плазма. Вывели этот ролик на плазму. Я об этом вообще не знала. То есть это для меня был сюрприз. И вот когда я смотрела эти видеопоздравления от моих близких друзей, было такое ощущение, ребята, вот как будто бы они каждый по очереди зашли сейчас в этот зал и вот поздравили меня. И это было так трогательно. И от того, что они так заморочились, моя мама и муж, да, и сделали вот такой мне подарок. Это было очень мне приятно. В общем, вот тогда я расплакалась. Сказала, блин, что же вы делаете? Я же так хотела держаться всю свадьбу и не плакать. И вот не получилось. Но это были такие, знаете, светлые, хорошие слезы. И это было буквально, я же говорю, 3-4 слезинки. Так что это не считается. Прям вспомнила этот день, откунулась в эту атмосферу, пока вам рассказывала. Наелась. Ну что, ребят, я думаю, вы тоже успели попить со мной чаю, кофе или чего-нибудь прохладительного, если у вас жаркое лето, а не как у меня. Надеюсь, вам понравилось это видео и мой рассказ о свадьбе. Если понравилось, не забудьте поддержать меня лайком, потому что я снимаю для вас. И всегда очень радуюсь, когда вам нравятся мои ролики, когда вы пишете мне хорошие комментарии, я все читаю. Очень рада, что поделилась с вами этим кусочком моего счастья, моего свадебного дня. Всем спасибо. Встретимся в следующем видео. Пока-пока.